Поколение Z, за ними будущее. Те соратники, с которыми вы сейчас развивали свой бизнес или развивали, они все уйдут по естественной убыли населения. Обрати внимание на молодых, иначе останешься один. Старые предприниматели, олдскульные, которые сейчас управляют бизнесом, имеют сейчас 60 лет, ну 60 плюс. Это люди очень жесткие, которые приобрели активы во время развала Советского Союза и потом удержали в этой разрухе и дожили до сегодняшних дней. Их бизнесы выстроены по старой, такой, знаете, вертикаль власти с опорой наверху. Если есть здесь инженеры, то это очень ненадежная конструкция. И по этой структуре выстроена наша власть и в государстве, и много компаний, которые выстроены так. Это компании, которые жесткие, с иерархией выстроены жесткой, ну и иногда не жесткой, где один основатель управляет сверху вниз. Все исходит только сверху вниз. И такие люди очень часто не видят, что происходит снизу. С поколением, которым сегодня сейчас 40 плюс, можно было с нами так себя вести. То есть нам давали приказы, мы их просто выполняли. С нынешним поколением, это которые 20 плюс и до максимум 30 лет, на них нельзя кричать, дико необязательные. Они не понимают, зачем ходить в офис. Они не понимают, почему вы ограничиваете их права. Такие люди, они просто увольняются. Молодые люди сегодня не могут и не хотят, и это их право, работать в жилочной среде, в агрессивной среде, где есть много агрессии, крика и так далее. И из-за этого поднимается вот этот вопрос о бирюзовых организациях, там, где мнение каждого сотрудника, оно весомо, там, где мы одна семья, в тех организациях, где прислушиваются к твоему мнению, где совместно решаются проблемы. И, к счастью, сегодня таких компаний много, но они молодые компании, они начинающие компании. Все люди молодые идут работать туда, там, где ставятся адекватные задания, там, где все предложения, которые дает человек, их слышат, где даже уборщица участвует в совещаниях и может выдать свое что-то на 5 минутах, там, где право голоса и ответственность лежит на том человеке, который говорит. Не тот, кто перекладывает ответственность. То есть, если ты озвучиваешь проблему, ты тут же даешь решение. И человек, который может это решить, берет на это за себя ответственность. То есть, и там, где есть коммуникации между отделами и нет войны, это поколение Z, оно сильно лучше, чем и 60+, и 40+. Они добрее. Но единственное, чего им не хватает, это внимание и заботы. Если вы окружите их вниманием и заботой, они сделают для вашей компании и для вас все, что вы хотите. Но нельзя, если вы будете просто спускать директивы сверху вниз, на вас просто никто не будет работать или будут работать неквалифицированные кадры, которым просто некуда идти. Они у вас останутся просто по остаточному принципу. Сегодня время сильных. Сегодня каждый человек в команде должен быть индивидуальностью. И тогда команда растет. Невозможно вырастить, взрастить команду и личность в среде, где просто спускаются директивы сверху вниз. У очень многих предпринимателей олдскульных сейчас они скажут, если бы не контроль, если там их не пушить, если на них не давить, то все развалилось. Правда. Возможно, так и будет. Но это было в 90-х. Сегодня, в 2023 год, эти инструменты уже работают не со всеми. Нельзя перестраивать компанию из мускулиной такой агрессивной компании резко и стать бирюзовым. Этот процесс занимает от 5 до 15 лет, скорее всего, если организация большая. Но в эту сторону очень важно менять сначала структуру. Наймите HR, возьмите человека по оргкультуре, дайте им власти чуть больше, чем вы хотите. И потихоньку, потихоньку вы не заметите, как ваша организация изменится. Но просто давлением сверху вниз вы не решите ничего. Начните собирать информацию снизу. Научитесь слушать не только своих директоров, но и тех, кто работает в поле. Удачи и процветания вам!